Наш эфир продолжает программа час Ивана Денисова здравствуйте Иван здравствуйте Сергей здравствуйте уважаемые слушатели рад снова что мы с вами через две недели взаимно взаимно ну что ситуация у нас такая неделя довольно сложная прошла вот давайте об этой сложной неделе в том числе и у президента Трампа эта неделя была непростая совершенно верно да рад конечно еще повторюсь я очень рад что мы снова с вами но вот начнем с такой темы не скажу чтобы уж совсем мрачный но неприятный и сложный так скажем благодарю Полину Волкову за помощь подготовки выпуска и начну с дебатов естественно подробно я уж решил их не выделять в отдельный сегмент вы про них уже много чего слышали но общее впечатление скорее все таки такое разочарование потому что все мы ну хорошо не все но я так скажу и многие другие я знаю ожидали что все таки Трамп победит сразу же даже хотя мы прекрасно понимали и здесь я же делаю обобщение что пресса будет на стороне Байдена как бы он себя не вел но вот получилось так что Трамп не уничтожил Байдена а здесь ситуация такая что любое дюбэ дебаты где нет победы нокаутом да проститься мне спортивная аналогия но они так или иначе идут в пользу Байдена еще интересный момент это то что телевизионный формат он сыграл пожалуй против Трампа как знаете когда знаменитые дебаты Никсона Кеннеди самое первое которых те кто смотрел их по телевизору сочли что победил Кеннеди те кто слушал по радио сочли что победил Никсон вот так и здесь первое впечатление от дебатов телевизионных было достаточно тяжелое то есть много трудно было понять постоянные попытки перебивать друг друга и так далее и тому подобное тем не менее если потом прочитать стенограмму то в общем то видно что преимущество на стороне Трампа действительно и факты и какая-то более-менее основательная позиция у него а не у Байдена более того шутки опять трамповские и довольно таки удачные они присутствовали моя любимая это когда уоллес спрашивает Байдена какой у вас экономический план а Трамп отвечает нет да у него ничего нет это было здорово или когда Байден там опять путается говорит там во первых потом во вторых и сразу же в третьих а Трамп вставляет реплику там ты еще не сказал в про второе и так далее все это было но проскакивало очень быстро терялась в том что называется кросс-сток и так далее и тому подобное и поэтому ну событием дебаты давайте честно скажем не стали те кто действительно пытается слушаться и понять что и как или и так и так собирались голосовать за Трампа и поэтому они считают что победил Трамп те кто собирался голосовать за Байдена но они естественно считают что победил Байден хотя еще раз повторяю у Трампа видно что он рассказывает про экономику видно что он рассказывает почему это пресловутая расовая теория она вредная и российская по сути почему Антиф это опасная и вредная во всех отношениях организация движение как угодно его называйте а с другой стороны Байден тут вообще не не поймешь что и как Байден всегда всю жизнь был флюгером как я вам говорил который вертится куда дует ветер и вот тут он и за одно и за другое и против локдаунов и за локдауны и школу надо открывать но не так как их открывают и в полиции расизмно в полиции хорошие люди и он против вроде бы зеленого курса но нужно опять вступать во все эти ненужные соглашения и так далее и тому подобное в общем типичное байденовское отсутствие хоть какой-то твердой основы и желание угодить всем за которым стоит пустота характерная для либералов и демократов в частности дальше я не могу советовать Трампу как себя вести чтобы побеждать на последующих дебатах но нужен какой-то рейгановский если хотите ход как в восьмидесятом году его знаменитое обращение к избирателям после дебатов насчет того подумайте когда вам было лучше стало ли вам лучше сейчас или знаменитая шутка в дебатах восемьдесят четвертого года насчет молодости неопытности оппонента вот это трампа сейчас нужно даже наверное ситуация восемьдесят четвертого она более характерна потому что ситуация похоже президент которую власть против бывшего вице-президента и первые дебаты прошли не так как хотелось бы республиканскому президенту и и плюс к чему я вернусь позже факт болезни все это как-то трампу надо использовать и одна один-два таких точечных удара и эффектных запоминающихся реплики они сделают трампа победителя трамп может это сделать ему сейчас сложнее чем шестнадцатом году потому что защищать собственные достижения которые есть мы знаем их гораздо сложнее чем атаковать отсутствие чужих что было шестнадцатом году но представить себе как советуют многие аналитики что трамп просто отдает инициативу байдену и ждет когда байден окончательно запутается ну вряд ли это реально трампа цветки не в его манере поэтому до штабу надо что-то делать продумывать какие-то ходы но вот рискну свой свой совет ставить повторю его еще раз несколько удачных реплик президента они все положение исправят не окончательно нет но сыграют пойдут ему на пользу в ближайшем же будущем конечно же все мы смотрим на пенса пенс оказался превосходным вице-президентом и если он победит харрис это хоть будет нелегко потому что харрис но такая женщина как бы сказать помягче но агрессивная я использую такое безобидное слово но понятно что она будет вести себя достаточно активно и не так как тим кейн уверен в шестнадцатом году и пенс который безукоризненный джентльмен и так далее но ему надо находить тоже какие-то способы чтобы четко объяснить что правда то на его стороне и во многом учитывая нынешние проблемы со здоровьем президента на пенса действительно будет особое давление особое внимание и если он харрис одолеет и одолеет к тому же с преимуществом то и уже в двадцать четвертый год можно будет смотреть с большим оптимизмом ну если все закончится благополучно в этом году вы помните мои фавориты десант с новым но пенс против пенсия точно не буду возражать и выступать и для него эти дебаты они очень и очень важны но что касается пресса тут как бы и говорить нечего и уоллес показал себя не с лучшей стороны хотя справедливости разе я замечу что эпизод когда он поинтересовался у байдена а почему ничего не сделано для давления внутри партийного на мэров городов это в его пользу это уоллес в общем разумно сказал но в целом было понятно что он не будет на стороне президента и и перед нами снова та самая ситуация когда автоматически если модератор если ведущий не на стороне президента он рано или поздно окажется против него что трампа отметил когда помните сказал что я пришел дебатировать с байденом они с вами то есть они с улицем и дальнейшем и даже если байден будет просто стоять и нести полную хинею рассказывать про волосатые ноги как он участвовал в операции освобождение нелсона манделлы и так далее и тому подобное а уверяю вас все заголовки пресса будут байден выбрал правильную стратегию байдена полностью победил президента и так далее и тому подобное поэтому ожидать от пресса какого-то разумного и объекте хоть сколько-нибудь объективного освещения дебатов не стоит надо побеждать самому тем более я уверена трамп может это сделать даже если байдену там какие угодно скрытые научники куда угодно засунут или передатчик в мозги впечатают но все равно трампа по силам его победить я надеюсь это произойдет но вот видите не успели мы как бы разочароваться или кто-то может не разочароваться в дебатах случилось на самом деле гораздо большая неприятность это положительные результаты на коронавирус у президента и у первой леди и я естественно желаю скорейшего выздоровления но опять это такой показатель как на это реагируют люди я ничего не могу сказать у меня нет из их и не будет уверен никогда никаких положительных эмоций в адрес рэйчел мэддоу джесси джексон или того же бутиджича но то что они особенно джексон был красноречив ничего не могу сказать то что они призвали к выздоровлению пожелали выздоровление призвали молиться за президент это опять джексон за это мое им уважение пусть только на тот момент когда они делали эти сообщения всем тем ублюдкам я другого слова не могу подобрать которые рассказывают как они радуются тому что президент заболел и желают ему и первые леди смерти и так далее и тому подобное но их надо их просто запомнить и понимать что всех этих голливудских и прочих мерзавцев надо бойкотировать элементарно фильмы не смотреть шоу игнорировать и при случае их высмеивать так или иначе но политиков и подавно потому что мы все видели как отреагировала подавляющая да практически все правые на смерть судьи гинсберг когда я считаю даже было слишком много уважения нет я не призывал к тому что была такая же реакция как у мерзавцев слева но там какие какая-то критика могла прозвучать даже уважительно тем не менее гинсберг все практики там девять из десяти а из тех кого я читал так десять из десяти все гинсберга звали с уважением даже те кто там сдержанно критиковал что касается болезни трампа ну вы сами без меня все знаете вы смотрите видите социальными сетями и вы всех этих повторяем мерзавцев другого слова здесь не могу подобрать вы их фамилию знаете и без меня и вам это все хорошо знакомо в этой ситуации на самом деле если мы сейчас отвлекаемся пусть это цинично прозвучит но придется от эмоций то болезнь тоже можно из когда трамп все будет хорошо я надеюсь будет хорошо скоро ее тоже можно и нужно использовать потому что на самом деле ее она вполне может стать преимуществом трампа так как вы помните давнее высказывание рузвельта теодора правда и который любил никсон например то что ценен тот кто на арене мы все видим трамп был на арене трамп получил свою болезнь потому что занимал выполнял свои обязанности он встречался с людьми он работал байден да он у нас здоровенький он сидел в бункере все это время и если есть какая-то высшая справедливость постана и не всегда приходит к нам когда мы ее ждем но это должно сказаться человек который работал и болезнь получил занимаясь своим делом ну ему это должно как-то значит ему это пусть ему это зачтется так скажем и когда трамп выйдет на следующий дебат я надеюсь уже победивший болезнь окончательно то это тоже можно и нужно использовать как тот же повторяю рейган использовал свой возраст для того чтобы высмеять оппонента трампу это необходимо что касается самой болезни того как она повлияет на перспективы переизбрания и как повлияет на президентство вообще например в довольно много был мой любимый кливланд него была операция на раковое поражение челюсти обделалась в тайне кстати абсолютно и потом информация просочилась ничего это не помешало кливланду был бы второй срок но тем не менее вполне успешно и второй срок свой отбыть вильсона его хватил удар но и считается что там жена им его всем занималась но и вильсон потом пришел себя и даже когда его навестила делегации из сената то на слова одного из сенаторов о вас молились вильсон ответил интересно в какую сторону так что вильсона не особенно люблю но его ольстерский ольстерские чувство юмора здесь себя проявила помним с рейганом тоже происходило и есть было и ранение и он тоже показал себя с наилучшей стороны была его операция восемьдесят пятом году тоже без проблем наконец самый пожалуй самая близкая нам параллель а то что изенхауэр пятьдесят пятом пятьдесят шестом году испытывал очень серьезные проблемы со здоровьем и сердечные приступы с кишечником были проблемы но это не помешало изенхауэру победить на выборах пятьдесят шестого года и прожить еще очень и очень долго после этой победы поэтому я полагаю что на как таковые шансы трампа переизбраться болезнь повлиять конечно же не должна ну да медицина врачи все это должно помочь но примеры как видите президентов самых разных достойных вроде к ливланда изенхауэр рейгана но имение вроде вильсона они тем не менее указывают нам ну были и не столь оптимистичные моменты но давайте мы на этих будем смотреть с вами они указывают что после сложной болезни президент вполне все в порядке может продолжать работать работать успешно и может побеждать на перевыборах чего все мы трампу и пожелаем поэтому еще раз завершая этот свой сегмент выздоровления штабу президента возможности того побольше мыслей побольше идей на следующие дебаты и хоть это и может не очень еще раз тоже тоже вынужден повториться красиво прозвучит но тем не менее ситуация такая что любое событие надо так или иначе обыгрывать использовать и когда трамп победит коронавирус он обязательно должен это использовать для того чтобы победить и вирус не менее опасно именно а то даже и больше а именно социализм в лице байдена и и же с ним чего я всем нам на самом деле желаю но прежде всего президенту конечно же здесь умолкаю если сергей что-то добавить с удовольствием передам слово вы упомянули джесси джексона который молится за трампа не только он нэнси пелоси сказала что она молится за трампа она и прежде еще до того как трамп заболел тоже говорила что она молится за трампа мне только интересно она во время молитв использует куклу вуду иголки или нет но это как с вильсоном да в какую сторону они молятся вот такие пироги я сегодня трамп выехал там вчера или сегодня не помню на на автомобиле потому что возле госпиталя с уолтера и собрались сторонники трампа переживают люди приветствуют желают ему здоровья выздоровления такие большая группа людей и он проехал поприветствовал и вместо того чтобы так сказать мидия сказал ну здорово ну вот люди увидели президента мидия начала стонать по поводу того что президент подвергает смертельной опасности security амин ну вот его это секрет сервис который его сопровождает хотя те и в масках и в очках и со всеми мерами безопасности то есть мидия сходит с ума абсолютно даже вот мы просто безумие например открывается какие-то поисковики и сейчас просто невозможно там все заголовки трамп сделал то не так трамп плохой трамп ужасный что было после дебатов лучше и не вспоминать лишнего да кстати по поводу дебатов некоторые обозреватели говорят что трамп такой вот этот хаотичное течение дебатов не случайно и трамп вынудил скажем байдена ну как бы абстрагироваться от от new green deal он скорее нет я не поддерживаю на что трамп кинул реплик ну все ты потерял левых радикалов прямо сейчас в эту минуту возможно возможно это было целенаправленно сделано то есть он действительно он вынуждал байдена сказать какие-то вещи чтобы вбить клин между ним и левыми радикалами потому что для них это болезненно потому что они идут под знаками под знаменами а кассии кортес берни сэндерса и какие-то вещи он вынудил байдена произнести вслух и те из них кто я имею ввиду леваков кто внимательно слушал следил за дебатами наверное они каким-то образом отреагируют на это потому что для них это принципиально для них это важно то есть байден пытается встречаясь той или иной аудитории он там поет то одну песню ту другую как вы справедливо заметили тонн за полицейских тонн полицейских называет врагами и и так далее но вот во время дебатов трамп все-таки вынудил его произнести какие-то вещи болезненные для лево радикалов а он на них очень рассчитывает я уверен что со временем правда конечно же лучше чтобы было поскорее все признают что трамп то эти дебаты выиграл я уже даже попробовал объяснить почему но если опять вы перечитаете стенограмму то вы увидите действительно что связанная позиция по только у одного участника и это не байден кто бы сомневался но по поводу оценок прессы наверное не вы не я и не ожидали другой реакции со стороны пресса потому что и это последнее время все время происходит нет однозначного решения на самом деле оценки даются там скажем те основные медиа которые являются таким пропагандистским рупором демократической партии они все время чтобы не происходило как бы не происходило они все время будут давать однобокую оценку такую ничего удивительного в этом нет и даже те факты вот факты интересно вот в соцсетях проходит дискуссия скажем молодые люди я наблюдал одну дискуссию очень интересную один музыкант наш местный которого привезли сюда в юном возрасте который всеми фибрами души ненавидит трампа и он говорит вот благодаря тому что меня привезли сюда в нежном возрасте я американизировался то есть он считает что вот только американцы могут так сказать поддерживать байдена они могут поддерживать так сказать трампа намекая на то что мы которые приехали в америку уже в зрелом возрасте который на своей шкуре ощутили все прелести социализм мы не в состоянии мыслить так как мыслят американцы там коснулись темы израиля и тоже он попадает пальцем в небо дескать это вывод националисты совки поэтому вы так рассуждаете не беря во внимание скажем там 70 миллионов евангелистов американских которые не просто были привезены сюда в детском возрасте а которые родились здесь и тем не менее они поддерживают политику трампа по отношению к израилю по отношению к америке нет вот они выпячивают себя те юные головы которые прошли школу не школу брейнвошинг образование американского и бесполезно спорить на приведенный список перечень так сказать достижений трампа он небрежно бросает да ну это все смешно это все ничего не стоит выеденного яйца вот например такие дискуссии но в курсе вы наверное наблюдаете такие дискуссии когда на факты человек бросает свои просто вот такие негативные ничем не обоснованные реплики окей к сожалению да так или иначе мы должны прерваться на короткую рекламную паузу после чего вернемся и обязательно продолжим возвращаемся в программу час Ивана Денисова телефон в студии 847 400 5200 давайте попробуем принять звонок добрый день пожалуйста в эфире здравствуйте я хотел бы вот сказать по поводу поддержки трампа в отличие 5 как вы говорите музыкантов блогеров и остальных вот я живу в Нью-Джерси вчера на 5 позавчера на 5 эвене собралось более ста машин такое было ралли все остановились перед домом трампа они вытянулись на 5 блоков и начали молитву отмолились просигналили люди стоящие по тротуарам аплодировали следующее ралли было тоже в этот же день в столице Нью-Йорка Олбани на 4 мили была этот лайн такая из машин и так далее вы понимаете у нас маленьком городишке демократическом люди уже неделю стоят с флагами трампа именно трамп понимаете и все и самое главное маркет показывает как он выздоравливает и как маркет сегодня и вчера начал подыматься и сегодня влетел так что пусть эти музыканты продолжают верить светлое будущее спасибо 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 я ездил в висканси мы ездили туда на пидан вэл и тоже по дороге везде размещены знаки трамп пенс местах в трех или четырех я видел всего в байден хэрис в основном конечно это это понятно потому что ведь что такое джо байден небольшая экскурс небольшой восемь с третьем году джо байден проголосовал за повы за введение подоходного налога на social security то есть 50 процентов social security облагается налогом и вот в соответствии с этим новым законом мало того в девяносто третьем году голос байдена был решающим в повышении то есть если до этого по этому закону облагалась 50 процентов social security налогом то по новому закону 85 процентов social security стала облагаться налогом и это был решающий голос байдена а в платформе нынешней платформе демократической партии записано что 401 план и аэрей тоже будут облагаться но это не предложение такое у них будет облагаться налогом мало того они еще байден в его платформе в его программе трехпроцентный налог на наши дома мало того что мы в этом гребаном штате платим в некоторых местах четыре или четыре с половиной процента так еще трехпроцентный федеральный налог хотят ввести байден то есть но музыканты которые живут в подвале своих родителей я понимаю они мозгов не хватает хотя получили образование американское и эти понятия для них далеки но люди которые постарше должны понимать чем им грозит победа байдена на этих выборах мало вы платите налоги вам никто не запрещает пожалуйста выписывайте любой чек со своих доходов в рс отправляйте нет проблем но вы же хотите хитро сделанные вы хотите вы думаете что это кого-то будут облагать налогами а те люди которые живут в ренте сейчас удивляются почему это вдруг рент стал выше мы голосовали только за то чтобы подняли налоги на так сказать богатых на тех кто владеет этими прапорти так вот если вы живете в ренте если налоги будут подниматься на прапорте имейте в виду ваши платежи за рент будут возрастать и вот к сожалению не все это понимают я не знаю почему что тут непонятного не понимаю и еще звонки добрый день алло здравствуйте да здравствуйте а здравствуйте вот вот скажите пожалуйста какой смысл этих дебатов когда модераторы выбираются на условиях демократов и кандидат от демократической партии уже имеет ответы готовые на поставленные вопросы и еще один вот такой момент вот почему все кандидаты имеет слабое место слабым местом трампа это безусловно его налоги которых он не опубликовал якобы а вот слабыми слабыми местами байтона и его сын и коррупция вокруг его семейства и почему модераторы только респедалировали в этом направлении на трампа вы своим первым вопросом на самом деле ответили на второй вопрос спасибо большое согласен что со стороны штаба трампа это в общем-то ошибка то что они согласились на уолиса хотя уолиса слава вроде бы а следующий модератор будет еще похлеще человек который работал на байдена интерном по моему был совершенно верно ставил до человека у него до славы якобы нейтрального но известно что он таковым все таки не является поэтому мне трудно сказать как лучше выстраивать возможно идеальный вариант это вообще два модератора там я не знаю один один джеймс роузен мой любимый предположим и тот же самый уолис но что касается может быть надо чтобы дебатов было не 3 а 4 например на 2 до уолис на 2 роузен но так всегда получается что дебаты действительно они против республиканских кандидатов ну девяти из десяти случаев если не во всех десяти и да надо было наверное какие-то усилия предпринимать но теперь уже поздно к сожалению ну трампу на самом деле не привыкать он сейчас борется не только с байденом точнее сказать скорее всего не с байденом он борется с антифой он борется с медиа он борется с китаем с ираном это вся одна команда китай иран наша медиа масс-медиа байден антифа и так далее то есть тут такая коалиция и трампу не привыкать а он по сути дела в одиночку бьется с этой бандой с этой многоликой бандой окей давайте перейдем к следующему вопросу трамп все-таки номинировал на должность суд судьи верховного суда эми барретт вот по этому поводу по поводу да начну так немного издали порекомендую вам книгу книга вышла совсем недавно называется the essential скале как вы догадываетесь очередной сборник его заключений судей скале я имею ввиду и статей книга как и все что сделал скале очень интересно его философия снова представлены уже есть ряд книг но чем больше будет выпускать тем лучше я конечно еще жду подобные книги про томаса и лучше сейчас не надо дожидаться чего плохого но как бы то ни было у меня уж такая да стопка полка да где книги скале это все часто к ней обращаюсь если готовлю материалы связанные с юриспруденцией или с конституцией и вам рекомендую скале тот человек которого читать легко даже если вы не юрист а почему скале так как вы знаете барретт она у него работала и более того она говорит что его философия судьи скале это моя философия это безусловно обнадеживает то что трамп в конце концов выбрал именно ее это достаточно положительный момент да конечно же на нее набросились уже и будут травить ее дальше но на самом деле ее травить очень сложно потому что она женщина и более того барретт женщина весьма обаятельна потому что бывают женщины не хочу сейчас пускаться в какие-то сексистские рассуждения но достаточно агрессивные которые как-то вызывают такую реакцию а барретт действительно воплощение американского обаяния большая семья хотя к ней прицепится что дети приемные главное чтобы не получилось как с робертсом в конце концов женщина верующая естественно этой к ней и уже при вину что католицизм и так далее все плохо но в общем и целом перед нами вот воплощение как раз казалось бы идеальной мечта феминистки женщина с семьей да еще с какой и при этом женщина которая добилась большого успеха как известно ее преподавание в юридической школе нотр-дам она сделала ее едва ли не самая популярная преподавательница это тоже очень серьезный показатель так как завоевать уважение молодых людей и симпатия довольно тяжело поверьте мне и вот такая вот незаурядная женщина теперь левом надо пытаться ее уничтожить а это сделать сложно именно потому что я вам вот только что перечислил но естественно нет такой гадости на которую левые бы не были способны так что мы с вами ждем ну он уже сейчас идет этот поток мусора и грязи но по мере приближения ее утверждение будет еще хуже хотя уверен что учитывая рост заболеваний еще попытаются сорвать утверждение через этот момент что очень много сенаторов заболели из комитета значит нельзя ну и так далее и тому подобное ну тем не менее конечно утверждать надо и чем скорее тем лучше но вернемся к суде Барретт и так ее как я уже сказал философия философия скале замечательно ее преподавание и высказывание и фрагменты лекций ну в общем и целом подтверждают то что она действительно не просто работала у великого судья тем не менее стала его ученицей и когда Барретт говорит что например судьи должны трактовать законы а не их переписывать ну это для нас очевидно тем не менее это звучит как революционное заявление учитывая засилие юридических активистов если мы посмотрим на ее деятельность как судьи то здесь один только спорный момент к сожалению которым я чуть позже вернусь но в основном Барретт действительно производит впечатление весьма весьма положительно известно что она сторонница первой поправки свободу слова она защищает известно что она за право на оружие соответственно вторая поправка Верховному суде вторая поправка как говорит мой любимый судья Томас она стала такой падчерицей нелюбимой дочерью судей так вот появление Барретт скорее всего мы ничего не можем гарантировать но тем не менее исходя из ее прежних юридических заключений будет под большей защитой известно что Барретт к тому же помогала своими заключениями молодым людям молодым людям которых безосновательно обвиняли в сексуальных домогательствах в университетах и это тоже очень момент положительный в вопросах прав преступников у нее и там и там это всегда момент самый скользкий но тем не менее в общем и целом она показывает себя что баланс между законом и порядком и разумным толкованием прежде всего четвертой поправки у судей Барретт есть Барретт показала себя тоже в общем и целом сторонницей жестких мер по отношению к эмиграции естественно в рамках конституции и ее заключение связанное с тем что администрация президента имеет право запретить въезд людям которые могут стать абузой для общества так называемый public charge это вполне себе на мой взгляд юридическое и филологическое кстати говоря достижение потому что оно не самое правда легкое для чтения но тем не менее если вас интересует найдите его там 40 страниц почти где Барретт очень четко доходчиво но порой углубляясь в серьезные филологические исследования доказывают что вот public charge это именно абуза для общества и соответственно действительно администрация президента имеет полное право делать то что она делает именно ограничивать а то и запрещать въезд что мне судья Барретт не нравится я уж давайте все все что о ней думаю вам скажу не нравится мне одно единственное заключение ну из тех что я успел изучить а даже не заключение а там она объединилась со всеми другими судьями а именно совсем недавно то есть летом республиканцы вашего кстати говоря штата то есть Иллинойса они подавали на губернатора Притскера в связи с локдаунами требование соответствующую жалобу иск как угодно это называйте и суд в котором был аборретт его увы отверг что вот лично я считаю не очень хорошо потому что сейчас мы наоборот с вами видим что по всей Америке все больше и больше судей и все больше и больше судов приходит к выводам что действия губернаторов по локдаунам домашним арестам как угодно их называйте они абсолютно конституции противоречат помните подробно я вам рассказывал про судью Ребекку Брэдли подробно совсем недавно рассказывал про судью Стикмана Брэдли из Висконсина Стикмана из Пенсильвании вот совсем недавно суд Верховный суд Мичигана постановил что то что вытворяет в штате фрау Уитмер да фрау Гретхен это тоже или товарищ будем ее называть уже не будем трогать немцев товарищ Уитмер это тоже нарушение конституции потому как ее локдаун должен был закончиться 30 апреля а то что она делает после этого это нарушение конституции так как она берет на себя функции делая это без консультации с законодательной властью она берет на себя функции законодательной власти то есть нарушает принцип разделения властей кстати говоря Искалья и по идее судья Барретт так как она его ученица как раз должны обращать особое внимание на принцип разделения властей скале напомню считал это главной гарантией американских свобод даже больше чем били права ну вот и хотя Уитмер уже говорит что она не будет слушаться будет ждать а потом придумать что-то новое и ведь с нее станется но факт тот что таких решений я думаю будет еще больше и здесь вот да судья Барретт увы не попадает вот в эту струю не очень красивое русское выражение но тем не менее однако ну давайте будем считать что даже самые успешные и самые симпатичные нам люди но время от времени к сожалению ошибаются и ошибаются не так как не в ту сторону в какую нам бы хотелось давайте все таки будем считать что у судьи Барретт вот то что она присоединилась к коллегам в иске по поводу республиканцев и к губернатору Притцкеру но вот это эпизод неприятный но все таки он останется эпизодом и что ее следование философии и юриспруденции судьи скале ее в конце концов будет вести нужным путем ну в нужном направлении и она станет достойным добавлением в Верховный суд впереди как я уже сказал ее утверждение ее утверждение оно вне всякого сомнения будет тоже чревато сложностями о которых я также говорил но назначение сделано в номинации прошу прощения еще оно должно быть утверждение вариант точно не самый худший и пометуя о тех проблемах которые вот у судьи все таки есть мы естественно будем надеяться с вами на наилучший вариант и что в компании Томаса Алита ну и все таки Горсача и Кевана судья Барретт и с наследием с коллег я уже говорил судья Барретт нас не подведет но это нас снова возвращает к неизбежной теме с которым я и начинал и которая никуда не денется в ближайший месяц кстати заметьте осталось всего месяца до выбора а именно что то что мы с вами говорим о судье Барретт и вот выделяем моменты которые нам нравятся которые нам не нравятся и видим что моментов которые нам нравятся больше и обращаем внимание на судью у которого судья Барретт работала это возможно благодаря тому какая администрация сейчас у власти если случится худший вариант то придется назначать следующих судей Байдену не равен час то такой роскоши у нас с вами уже не будет тогда как вне всякого сомнения еще четыре года президента Трампа они непременно приведут к новым назначениям у меня есть нехорошее предчувствие что прежде всего если Трамп победит в случае его победы судья Томас уйдет возможно в следующем году но про Брайер мы тоже много говорили и вы понимаете что судьи как на самом высоком уровне вроде Барретт так и на более низком уровне те же судьи в Мичигане они в основном назначались республиканцами тот же судья Стикман назначался Трампом поэтому даже если Барретт нам чем-то может не угодит но судьи низших инстанций которые могут эти локдауны зарубить что они делают они все назначаются так или иначе они все исходят от республиканской администрации от республиканских губернаторов от республиканцев короче говоря и надо сделать все чтобы это продолжилось философия скорее философия Томаса она Америку выручала и будет выручать но нужны люди которые эту философию в судах защищают назначают ее и он только что сказал кто поэтому надо даже если не нравится не вызывает симпатию там я не знаю какой-то республиканец или какой-то представитель республиканской партии но голосовать все равно нужно демократы все идут скопом а чтобы мы получили барретт стикмана до Томаса наконец нового нужен соответствующий президент соответствующее большинство в сенате и соответствующие губернаторы и я ни в коей мере не пытаюсь влиять на выборы конечно же но мою позицию как человека которому Америка дорога и судьба Америки важна я высказал а вы уж делайте выводы сами я их все цело оставляю на ваше усмотрение но прочтите книгу и вы поймете я надеюсь поймете почему я прав и надеюсь со мной согласитесь если Сергей что-то добавит с удовольствием передам ему слово здесь умолкаю давайте попробуем принять звонки люди терпеливо ждут добрый день пожалуйста очень коротко потому что времени мало здравствуйте уважаемый Иван я ехала и слышала как выступала женщина которую Байден изнасиловал там много лет назад и вот я хотела бы знать каким-то образом это отразится или к левам ничего не пристает и им все море по колено спасибо пока как видите это к сожалению все ушло на второй план а тетеньки феминистки сказали что они конечно верят всем обвинениям в адрес Байдена но все равно надо за него голосовать ну по закону так сказать наверное там в разных штатах срок давности разный в некоторых штатах отсутствует срок давности за те или иные преступления в некоторых нет так сказать по закону очевидно его привлечь не могут а что касается общественного мнения то медиа молчит об этом как будто ничего этого и нет и не было и так далее добрый день не судья Кавана да добрый день могу говорить очень коротко у меня вопрос такого порядка Валечка могут ли сейчас должны собраться в сенате или утверждать Эмилии на пост супремкорд могут ли демократы или дермо пари отказаться делиться на заседании либо придумать что то что мы не в полном составили существует такой порядок или нет да спасибо но по идее все таки я думаю нет в крайнем случае можно потребовать онлайновское голосование или что то такое я уверен это все МакКоннелл должен это дело разрулить говоря современным языком Иван огромное спасибо и до встречи в следующий раз спасибо вам до встречи